26 тысяч бактерий, примерно столько микроорганизмов живет на том, что мы ежедневно берем в руки. Речь идет о деньгах. По словам медиков, многим и в голову не приходит, что можно найти на купюрах и монетах. Причем иногда этот контакт может вызвать серьезные болезни. Сегодня наш корреспондент Кристина Трушина отправилась с кошельком в лабораторию и поделилась содержимым с микробиологами. Кристина, на что проверяли? Ну, специалистам мы отдали несколько купюр и монет. Чаще всего наиболее грязные, ну, как правило, самые ходовые. Деньги – это 10, 50, 100 рублей. И, кстати говоря, чаще всего это бумажные деньги, потому что, ну, целлюлозы, видимо, особенно по душе микробам. Проверяли мы на общее число бактерий, на их виды и на наличие гельминтов, ну, проще говоря, глистов. И, кстати говоря, последних мы уже сегодня обнаружили, а вот все остальное будет известно уже через несколько дней. Причем специалисты говорят, что урожай может быть довольно приличным. Там можно найти все. Зависит все от микробного пейзажа, того человека, у какого они побывали в руках. А деньги ежедневно не одну сотню владельцев сменяют. Представляете, у кого-то яйца глист, у кого-то микобактерия туберкулеза, у кого-то вирус гриппа. Представляете, у кого-то там стафилококковый абсцесс, мало ли чего. Приятного мало. А на что проверять будут? Ну, в случае с глистами деньги в прямом смысле отмывают, то есть их помещают в раствор со стиральным порошком, а потом эту воду уже смотрят под микроскопом. А вот с остальными микробами все гораздо сложнее. Пробы берут с поверхности банкнот или монеты, помещают в питательную среду, а после отправляют уже в камеру с температурой почти как у человека, 37 градусов, чтобы бактериям было комфортнее. Ну и в пятницу мы узнаем, что ученые нашли на банкнотах и монетах. Что ж, будем ждать. У нас в студии был наш корреспондент Кристина Трушина. Она вместе с учеными из Аграрного университета выясняет, насколько безопасны деньги, которыми мы пользуемся.